Тёме три года и он активно занимается плаванием. Мама впервые привела мальчика на занятия два месяца назад. Живут недалеко, а бассейна для малышей рядом не было. Ребёнок активный, нам надо было что-то такое, чтобы его успокаивало и в то же время развивало. У нас есть успех, он ныряет и у него нет такого страха. То есть он даже тренер замечает и вот планируем продолжать. Пловцам, посещающим занятия от трёх месяцев до трёх лет. Аквацентр открыл Александра Котельникова. Раньше женщина работала массажистом в детской поликлинике. Потом уволилась и открыла своё дело. Как нельзя кстати оказалась поддержка Центра занятости населения Самары. Там помогли написать бизнес-план. Сотрудники Центра занятости населения, то есть подошли очень, скажем так, душевно к написанию. Было очень у меня много ошибок, потому что у меня, как правило, медицинское образование, там, ни бухгалтерских, никаких дополнительных курсов не заканчивало. Очень прям всё понравилось, правда, прям с любовью, с душой. То есть они мне помогали. Бизнес-план Александра подала на рассмотрение и получила единопременную финансовую помощь в 58 800 рублей. На эти деньги предприниматель купила каркасный бассейн. Открыть своё дело может каждый. Необходимо выполнить два условия. Быть официально безработным и предоставить в Центр занятости бизнес-план. Потом заявку рассматривает комиссия. Начиная с 2016 года порядка 1700 безработных граждан организовали свои микропредприятия в различных сферах деятельности. Это и сфера услуг, и сфера торговли, и строительства, и сельское хозяйство, и производственная деятельность. Правительство Самарской области и губернатор создают условия для развития малого бизнеса. Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что в регионе уделяется особое внимание поддержке людей инициативных, готовых реализовать свои проекты, вносить вклад в развитие экономики. Мария Шпакова, Александр Дудко, Новости губернии.